Всем привет. Меня зовут Попов Артем. Я исследователь лаборатории машинного интеллекта МФТИ. И сегодня я расскажу об одном из проектов, которые идут у нас в лаборатории. Проекте, посвященном тематическому анализу коллекции диалогов колл-центра. О чем вообще этот проект? Сейчас во многих колл-центрах происходит автоматизация, создаются чат-боты, цель которых автоматизировать частично или полностью деятельность операторов. Ну и естественно, чтобы создать хорошего чат-бота, вам нужно много и хороших размеченных данных. То есть данных формата, несколько первых реплик диалога и интент этих первых реплик. То есть о чем пользователь хочет попросить у оператора в этих первых n реплик. И если вы будете это делать разметку с нуля, то есть если вы даже не знаете, сколько у вас интентов в коллекции, если вы не знаете даже о чем примерно коллекция, если у вас этой разметкой занимаются параллельно 30-40 человек, которые слабо контактируют с друг с другом, то скорее всего на выходе деятельности таких операторов получится что-то не очень хорошее. Ну то есть что-то получится, но оно будет малопригодно для дальнейшего обучения модели чат-бота. И цель этого проекта это некоторое упрощение этого процесса, некоторая помощь разметчикам, которые будут потом делать разметку для чат-бота. Какая постановка задачи? У нас есть коллекция диалогов. Каждый диалог это последовательность реплик. Каждый реплик это последовательность каких-то слов. Ну и каждая реплика принадлежит либо клиенту, либо оператору. И наша цель построить на этой коллекции диалогов множество тем T большое, где тема это набор документов и набор каких-то ключевых слов. И что хотелось бы? Хотелось бы, чтобы все документы, все диалоги одной темы соответствовали одному интенту. То есть в идеале хотелось бы, чтобы вообще задача сразу решилась, чтобы каждый кластер, который образовался после кластеризации, представлял собой документы, которые принадлежат одному интенту пользователя. Сразу возникает вопрос, что такое вообще принадлежность одному интенту пользователя, как это можно определить. Ну и на самом деле ответ, что без какой-либо разметки определить это нельзя. Но тут есть важное отличие разметки, про которую сейчас я буду рассказывать, и разметки, которая нужна для обучения чат-бота. Разметка для обучения чат-бота сложная. Ее строить сложно. А вот чтобы просто померить качество нашей модели, не нужно делать никакую сложную разметку. Разметка может быть простой. И что предлагается? Давайте не будем оценивать принадлежность каждого диалога определенному интенту, а давайте просто мерить близость двух диалогов. То есть у нас есть два диалога, и мы просим асессора ответить на вопрос, насколько эти два диалога близки. Вопросик. Шкала из четырех значений. Вопросик, если один из двух диалогов является какой-то ерундой. Нолик, если эти два диалога далеки. Единичка, если эти два диалога близки тематически, но не соответствуют одному интенту пользователя. И двойка, если два диалога соответствуют одному интенту пользователя. Чтобы было чуть понятнее, покажу пример. Оценка два. Не могу записаться к врачу, не получается записаться на прием к доктору. Понятно, сразу один интент. Оценка один. Как записаться на прием к лору онлайн, почему не получается записаться к врачу. Два сообщения про запись к врачу, тема одна и та же, но интент разный. В первом случае человек хочет узнать, как записаться, а во втором случае он уже знает, но он просто не понимает, у него что-то не получает, у него какие-то технические трудности, и интент у сообщений разный. Человек хочет записаться к врачу, человек хочет записаться на курсы, это совсем разные темы, это совсем не близко. При работе с коллекциями, которые мы экспериментировали, У нас было на самом деле не очень много коротких диалогов. В основном были длинные диалоги, где интент клиента может угадываться в пятой, в шестой только реплики. Например, здесь реальный интент сообщения проверить траты клиента, он только в пятой, в шестой реплике. Вопрос. Вот у нас есть эта разметка. Повторюсь, что нам не нужно много сэмплов для этой разметки, достаточно нескольких сотен. И разметить это довольно быстро. Что дальше делать? Мы получили эту разметку. Мы хотим обучить какую-то модель. Если мы строим просто модель кластеризации, то для нее у нас есть градация оценок 0 и 1. 0, если два документа попадают в разные кластера, 1, если два документа попадают в один кластер. А нам хотелось бы градацию оценок 0, 1, 2. Ну и тут очевидный ответ. А давайте строить двухуровневую модель кластеризации. То есть мы построим сначала какую-то модель кластеризации, затем каждый кластер мы поделим еще на несколько подкластеров. Если два диалога попадают в один кластер второго уровня, то это score 2. Если два диалога попадают в один кластер первого уровня, то это score 1. Если в разные кластера первого уровня, то это score 0. Ну и таким образом мы формализовали задачу. Следующий вопрос, как же строить собственно такую кластеризацию. Самый простой способ построения кластеризации, это просто давайте каждому документу сопоставим векторное представление, неважно каким образом, построим какую-то, применим любой известный метод кластеризации, затем возьмем один кластер, будем трактовать его как отдельную подколлекцию и покластеризуем это подколлекцию. Очень простой способ, очень легко запрограммировать. На самом деле на практике нормально работает. Второй способ более изящный, с помощью тематического моделирования. Формулы все пропускаю, потому что особо нет времени. И Ксатин Вячеславович уже сказал, что мы можем с помощью BigRTM строить иерархические модели путем добавления регулизатора для второго уровня иерархии. Эксперименты проводились в нашем проекте на двух коллекциях. Обе коллекции примерно 90 тысяч диалогов, то есть не так, что прям очень большие. И было составлено три набора разметки. Я их буду называть один большой, один маленький и два маленькие по их размеру. То есть два набора разметки для первой коллекции, один набор разметки для второй коллекции. Зачем вообще три набора разметки? Чтобы понять, что мы не переобучились. То есть мы учим модель unsupervised и разметку используем только для того, чтобы померить качество нашей модели и оптимизировать гиперпараметры. Но если мы будем использовать только один набор размеченных данных, мы можем легко переобучиться, ну просто подогнав гиперпараметры под конкретную разметку. Чтобы этого не было, мы еще вводим еще две дополнительных, чтобы точно все было хорошо. Несколько моделей. Тут слились по цвету правый и левый столбик, но это как раз две разные разметки. В качестве бейзлайна использовали четыре модели. Иерархическая тематическая модель без регуляризаторов, иерархическая тематическая модель с регуляризаторами. Вот этот подход кластеризации над кластеризацией для TF-IDF и подход кластеризации над кластеризацией для взвешенной суммы имбеддингов. В принципе видим, во-первых, что? Во-первых, первый вот этот график – это качество по близости на первом уровне. То есть мы не различаем оценки 1 и 2 и просто смотрим, какое качество у нас получается на, по сути, первом уровне нашей кластеризации. И видим, что на самом деле все модели, если посмотреть сюда, то там точность по вот этому датасету разметки в районе 70%, что уже на самом деле неплохо для обучения без учителя. Если мы начинаем смотреть на точность на втором уровне, тут уже все гораздо хуже. Тут точность в районе 60% и нужно как-то ее улучшать. И дальше, собственно, весь доклад будет посвящен тому, а как, собственно, улучшать. То, что я буду рассказывать, это все улучшение тематической модели, но, в принципе, многое из того, что я буду рассказывать, можно и для имбеддингов применять, и все будет точно так же. Как вообще улучшать unsupervised модель? Первое, что у нас есть размеченная выборка. Мы можем на ней смотреть ошибки, улучшать качество. Ну, точно так же, как и в супервайз-подходах. Но, например, в unsupervised моделях очень полезен способ посмотреть на ключевые слова конкретных кластеров. И если там есть какой-то мусор, какие-то выбросы, то можно от них избавиться, и, скорее всего, качество вашей модели вырастет. Вот первое улучшение, стандартный способ улучшения тем моделей, использование дополнительной модальности Ngram. Но если вы возьмете какой-нибудь… Ну, вот мы использовали метод topmine. Если вы просто возьмете метод topmine и его запустите, то качество совсем не улучшится, потому что метод не предназначен для работы с короткими документами, а в этой коллекции у нас есть и короткие документы, и длинные. И нужно будет залезть внутрь и, например, сказать, что одна Ngram – это не просто последовательность слов, а это мультимножество слов, и разрешить методу выделять пересекающиеся Ngram, чтобы даже у коротких документов могло быть две совпадающих Ngram. И только когда мы это сделаем, качество по сравнению с вот этими тремя столбиками, все вот эти три столбика выше. То есть при применении модификации к стандартному методу качество возрастает. Второй способ улучшения – диалоги, много именованных сущностей, оператор постоянно представляется, клиент постоянно представляется, все это модель при максимизации правдоподобия учитывает, мы это все хотим пофильтровать. Вот. Использовалось два подхода. Первый – это просто выделить имена, фамилии по словарю, по правилам. Второй подход – это обучить RNN плюс CRF на сторонней коллекции и с помощью RNN плюс CRF выделить неры. После выделения неров мы их просто заменяем на тег, то есть дальше везде там будет фигурировать тег person вместо имени. Вот. Это на самом деле, казалось бы, должно давать большой прирост качества, но в итоге это большое прирост качества не дало, то есть чуть-чуть улучшилось, но не сильно. И если искать причины этого, то можно посмотреть на топ-слова модели, которая была без учета NR и понять, что на самом деле в исходной модели в топ-словах было очень мало именованных сущностей, то есть модель как-то сама понимала, что под них сильно затачиваться не надо и сама их избегала. Третья модификация – это исправление опечаток. Тут мы использовали простой алгоритм JumpSpell. Почему его? Ну потому что это специфика проекта, что на выходе у него должна была быть end-to-end система, которая должна была принимать на вход коллекцию документов и в какое-то обозримое человеческое время выдавать тематизацию этой коллекции. И поэтому серьезные методы исправления опечаток были не очень здесь применимы, потому что просто они работали дольше, чем весь остальной процесс. А JumpSpell он не очень хороший, не очень точный, но зато очень быстрый. И если тоже в него влезть внутрь и чуть-чуть его нахачить, то качество сильно улучшалось. И еще одна последняя модификация, которая связана со сложностью задачи построения двухуровневой кластеризации. В чем проблема задачи? Когда мы просто проводим кластеризацию, кластеризация это какой-то грубый метод, который просто собирает в один кластер хоть как-то похожие документы. На втором уровне у нас задача другая. У нас уже изначально в каждом кластере похожие документы, и мы хотим как-то более тонкого разделения. То есть мы ищем не похожие среди непохожих, а мы ищем похожие среди похожих. И это очень тяжелая задача. И когда вы просто по умолчанию строите второй уровень кластеризации, часто получается, что на втором уровне выделяются те же самые кластера, что и на первом, и какой-то мусор в дополнении к ним. И чтобы это избежать, нужно пытаться сделать кластеризацию на втором уровне, ну похожей хоть как-то на кластеризацию на первом уровне. То есть нужно сделать объекты более различными. И подход, который у нас здесь зажег, это использование в тематической модели разных модальностей на разных уровнях. Все токены Ngram делятся на две группы. Одну группу назовем функциональной, другую тематичной. Разделение происходит по очень простым правилам на основе частей речи. И на двух уровнях модели используются разные наборы модальностей. На первом уровне используется модальность тематичных Ngram, тематичных слов. И с небольшим весом основная модальность, то есть исходные данные неизмененные. А на втором уровне вес тематичных Ngram понижается, но зато увеличивается вес функциональных Ngram с нуля. То есть мы что сделали? Мы добавили, по сути, на второй уровень новое множество признаков. И теперь у нас все документы на втором уровне скорее всего хоть как-то будут отличаться за счет вообще дополнения новых признаков. И это дает очень сильный прирост. То есть если посмотреть, то все столбики вырастают, качество увеличивается. И, ну, логично, потому что мы этого и хотели. Последний эксперимент про то, что с помощью такой модели тематизации можно подбирать число тем, число интентов. Вот здесь график попыток это сделать. На самом деле хорошо получается подобрать только число тем на первом уровне. То есть понятно, что 20-10 использовать не стоит. 30-40-50-60 нормально. На втором уровне ситуация уже не такая очевидна, но тоже понятно, что меньше 250 брать не надо. Какие основные заключения… А, что осталось под капотом? Это я вот не сказал, какие регулизаторы использовались, почему мы выбросили модальность оператора, почему мы кластеризуем диалоги, а не реплики. Этому всему на самом деле есть объяснение. И если кому-то интересно, можете задать вопрос или после уже секции подойти ко мне, я расскажу. Вот. Какие основные месседжи от моего выступления? Первое, что если у вас есть какая-то unsupervised модель, не бойтесь построить для нее какую-то простую разметку, не совпадающую с вашей итоговой разметкой, а просто простую разметку, которая поможет вам оценивать качество вашей модели и подбирать гиперпараметры. Вы можете всегда выбрать такой тип разметки, который построить быстро и который будет хорошо показывать качество вашей модели. Это первый месседж. Второй месседж, что не бойтесь залазить в стандартные какие-то open-source средства анализа текстов. Скорее всего, если вы как бы разберетесь, как они работают и поймете, почему в вашей задаче можно там чуть-чуть что-то поменять и оно должно работать лучше, скорее всего так оно и будет. То есть малейшие улучшения, которые учитывают специфику вашей задачи, скорее всего приведут к улучшению итогового качества. Вот у меня все. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok